Канцлер Абстри сегодня проводит встречу с Владимиром Путиным в Кремле. Пресс-секретарь президента отметил, что не исключено обсуждение газовых дел. Хотя большинство специалистов констатирует, что это не исключено, скорее всего, является ключевым в разговоре лидеров двух стран. Европа вроде и решительна, но все же с определенной осторожностью продолжает сживать санкционную давку. Но только ли Россия ощутит на себе последствия этих санкций? Это вечерний хэштег Дмитрий Чашков, Дарья Власова. Главная тема выпуска. Пакет с пакетами. Новые санкции против России вступили в силу. Так ли они страшны и что предпримет в ответ наша страна? Не жми на газ, чем грозит США и Европе отказ от российских энергоносителей. Смогут ли они прожить без нашей нефти, газа и угля? И сильно ли в недружественных странах подорожало топливо? Ни себе, ни людям, как введенные Западом санкции отражаются на их же жителях. Эксперты прогнозируют рост цен и голод в странах ЕС. Чем могут закончиться для европейских лидеров подобные политические игры? Давайте знакомимся с нашими экспертами, практически постоянными гостями студии вечернего хэштега. Депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко. Политолог Александр Безделов. Историк, литературный редактор газеты Тюменской области сегодня Сергей Козлов и доцент кафедры экономики и финансов, финансово-экономического института Тюменского государственного университета, кандидат экономических наук Иван Вилков. Доброго всем вечера. Здравствуйте. Но сегодня историки, рассуждая про санкции, вспоминают чуть ли не 14-15 века, когда Европа впервые накладывала торговые ограничения на Новгород. Безусловно, 20-й век принес немало прецедентов с теми или иными импортными запретами Советский Союз. Но старт большой экономической конфронтации с Западом был дан 17 марта 2014 года. Тогда сразу несколько стран наложили первые персональные санкции на российских политиков. Что имеем сегодня, давайте обратимся к графике. 8 апреля Евросоюз ввел в действие пятый пакет антироссийских санкций. Он предусматривает эмбарго на импорт угля, но только с августа 2022 года. Европа запретит вход российским судам в порты ЕС, исключение перевозки сельхозпродукции, продуктов питания, гуманитарных и энергетических грузов. Также запрещен доступ российских автоперевозчиков на территорию Евросоюза, в том числе и транзитом. В отношении банков санкции предусматривают запрет на операции, заморозку активов ВТБ, Банка Открытия, Совкомбанка и Новикомбанка. Также вводятся новые экспортные ограничения на топливо для ракетных двигателей, квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичную электронику и программное обеспечение. В новый пакет включены персональные санкции против бизнесменов, журналистов и военных. Последние введенные ограничения США в отношении России коснулись двух банков – Сбербанка и Альфа-Банка. Они предусматривают заморозку их активов и запрет для американцев ввести с ними бизнес. Кроме того, Вашингтон вводит запрет на новые инвестиции в экономику России. Расширены санкции против алмазодобывающей компании «Алроса». Министерством торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех российских авиакомпаний – «Аэрофлот», «Азурэйр» и «Ютэйр». Они фактически лишают перевозчиков доступа к покупке запчастей на самолеты «Боинг» даже через посредников. А вот сегодня еще и добавили – 20 российских авиакомпаний унесли в черный список по воздушной безопасности. Теперь их самолетами запрещено летать в Евросоюз. Ну что, второй архангельский объединенный авиаотряд «Эчкот Авиа» пришло, видимо, в ваше время. Но давайте, если правда серьезно, санкции почему-то для нас входят уже в привычку. Мы как-то даже и не удивляемся. Панически боялись того, что от нас отключат от «Свифта», мы здесь встречались в этой студии. Потом как-то забыли абсолютно про это. Спокойно рассуждаем сейчас, что наши нефть, газ не будут покупать на Западе. Как вы считаете, когда-нибудь себя эти санкции исчерпают? Ну, может, с Александра в таком случае начнем. Вы знаете, есть два подхода ко всей этой политике, к этому периоду. Первый заключается в абсолютно негативном сценарии, что через год мы будем изучать приемы самообороны для того, чтобы бороться с медведями за морожку, или торговать пенькой, конопляным сукном и так далее. То есть перейдем с энергоносителей примерно на такие ресурсы. И вторая точка зрения, которая заключается в том, что у нас существует шапка-загадрские настроения, что нам все санкции нипочем, море по колено, то есть мы их пройдем и не заметим. Правда, где-то посередине всегда. И в этом случае точно. Потому что, безусловно, мы это заметим, безусловно, это будет тяжело, но не смертельно. Так они ограничены или нет? Что касается ограниченности, то на самом деле предела фантазии тут нет. На самом деле, серьезно, санкции пока не касались как раз углеводородной сферы. Они не касались IT-сферы, они полностью не затронули весь банк, то есть от свиста не отключили. Они, хотя напоминают блокаду, то есть запрет судам заходить в порты, но что касается решения полного Евросоюза о закрытии границ, этого не было пока. То есть впереди у нас вполне возможно довольно интересно. Пока, потому что мы, вы же сказали, что где границы. Я пока говорю, что их нет, пока не видно. На самом деле, это может длиться бесконечно и больше, на самом деле, напоминает, я уже сказал, не санкции, а блокаду. Сергей Сергеевич, ну вот, может быть, с исторической точки зрения можно объяснить, почему попытки Запада повлиять на россиян через санкции не приводят к должному эффекту. И, в общем-то, мы на них достаточно спокойно все реагируем, и даже более того, где-то сплочаемся, может, в какой-то степени. Ну, дело в том, что санкции в той или иной мере, степени, виде, они существовали на протяжении, вот как оформилось московское государство, так, по сути, появились в каком-то виде санкции. Вот они существуют, во времена Советского Союза они имели масштабный характер. Сегодня мы впереди мира всего, можно было сказать, Европы всей, но мира всего мы Иран обогнали, который был самый засанкционированный. Но я хочу сказать, что даже когда так называемые наши партнеры, мне слово очень не нравится, когда они даже являются нашими союзниками, я хочу вам напомнить, Первая мировая война, мы закупаем, мы даем огромные деньги на оружие Франции, Британии, Соединенным Штатам Америки. И Николай Второй отправляет тысячи инженеров на оборонные предприятия в Соединенные Штаты Америки. И Вестингаузен, Винчестер вдруг начинают за полученные деньги не поставлять нам вооружение. Вот. Французы говорят нам, мы дадим вам еще денег, а вот с оружием у нас проблемы со снарядами, и не поставляют. Вот. Более того, то есть, чего они добились? Началось так называемое великое отступление русской армии в 15-м году. Напомню, они были нашими союзниками. Никакого оправдания этому не было. Зато тут же приехала миссия сенатора Думера и говорил, дайте нам 200 тысяч русских солдат, нам не хватает, ну, по сути, нам не хватает пушечного мяса, дайте нам их без оружия, вот их мы вооружим. Вот такое было отношение союзников во время Первой мировой войны. Ну, и мне кажется, когда нам объявляют санкции, они одного не учитывают, они не учитывают менталитет. Ну, вот вы уже сказали в начале своего ответа про Советский Союз, про то, что, в общем-то, мы люди к санкциям привыкшие, если уж не уходить в историю столетней давности, да, в Советском Союзе было такое же количество санкций против нас, но я не вспомню. Да нет, поменьше. Во-первых, Советского Союза боялись. Вот, с ним воевали намного хитрее. Если бы не предательство элит, страна бы существовала, если бы не дурной выбор, так сказать, между путем, который предлагал Рыжков и путем, который предлагал Гайдар, ну, Советский Союз был бы. Другой вопрос, что они никогда не поймут, что нагнуть Россию через желудок очень сложно. Да, у нас есть определенный процент людей, для которых отдых на Лазурном берегу и сыр с плесенью стоит дороже жизни ребенка, ну, есть, есть. И, к сожалению, их стало больше в последние годы. Ну да, смотрите, еще нас, допустим, через желудок не нагнули, да? А что? Можно я дополню коллегу по поводу Советского Союза? Там природа была совершенно другая. Санкций было много, но не в таком количестве, как сейчас. И там было самоограничение. Запад, в общем, был не против работать с Советским Союзом. Но Советский Союз не пускал. То есть здесь была другая немножко ситуация. Но санкции мы тогда обошли там в период становления нефтегазового сектора. Были санкции на поставку оборудования для трубного производства и так далее. Мы трубороду построили без участия Запада. Если позвольте, коллеги, там самый главный был момент в том, что мы даже не знали, как живет Запад. И с точки зрения санкций, которые сейчас, например, вводятся, это же какие-то ограничения и благ, которые мы уже имели. А советские граждане жили в своей реальности и не знали никаких других благ, кроме советских. Поэтому с точки зрения общественного спокойствия нам они были достаточно далеки. Ладно, вот мы-то знаем, мы пожили, так скажем, да, посмотрели. Мы хотим. Например, открытые. Тогда, Роман, все-таки объективно, если смотреть, на какие сферы нашей экономики российской сейчас больше всего влияют санкции. Я не про желудок, я понимаю, что Российская Федерация и в первую очередь Тюменская область себя прокормит сама. У нас все хорошо с этим. Да, если позволите, я бы хотел все-таки вас немножко поправить. Не совсем корректно называть то, что сейчас происходит с санкциями. Санкция – это инструмент Совета Безопасности ООН. То, что сейчас происходит, ничего не имеет общего с международным правом. Но мы не дипломаты, мы люди простые. Каким языком говорят людям, которые сидят у телевизора, тем языком мы и общаемся в данной ситуации. Я к тому, к чему это я все веду, что это просто экономическая война. По большому счету, это как разрыв дипломатических, экономических связей в случае объявления войны. Это к вопросу о том, с кем на самом деле мы воюем сейчас в мире. То есть те, кто нам сегодня вводят санкции, это наш враг. Потому что это, по большому счету, его мера против нас – война. А теперь по поводу того, что происходит. Ну, все уже знают в этом вопросе, что это, как правило, обоюдная составляющая. То, что бьет по нам, то бьет и по тем, кто вводит какие-то ограничения. Сегодня мы видим, какие у нас магазины стали в Германии, в Италии, в Испании, где цены на то же самое подсолнечное масло сегодня составляют почти 500 рублей на наши деньги. Да, есть там почти 6-7 евро. Хотя раньше оно стоило в 2-3 раза дороже. Более того, продуктов нет. Сегодня Украина по объективным причинам не поставляет ничего, сельхозпродукцию никакую в Европу. Белоруссия тоже, Россия также. Соответственно, те основные продукты питания, которые были, Европа сегодня ощутит эту историю. Что касается России. Мне кажется, сегодня был, вот в эти 2 дня, было одно из самых таких серьезных экономических для нас ударов. Это запрет на эмбарго, так называемое, на оборудование по сжиженному газу. Это связано с нашими большими проектами Арктика и Балтийский СПГ. Это заводы совместные, Новотека и еще ради предприятий, которые строятся совместно с иностранным капиталом. И, к сожалению, только это оборудование по сжижению газа есть у наших недружественных стран. Вот этот вопрос, как мы будем решать, это большой вопрос. Все остальное, это, на мой взгляд, как бы не имеет ничего общего с какой-то реальной проблемой. Это возможности. Николаевич, вот вы, как экономист, можете дать оценку, может быть, какой-то прогноз, если, конечно, прогнозы сейчас делать, вообще дело благодарное, благородное, да? В долгосрочной перспективе западные санкции как могут сказаться на экономике нашей страны? И в долгосрочной, и в краткосрочной сейчас уже? В долгосрочной перспективе они точно будут ограничивать наше развитие. То, что Роман, с чего начал, да, это оборудование для СПГ, это, в принципе, у нас с производством оборудования большие проблемы, собственно. Опять же, сейчас, как многие экономисты говорят, что текущий кризис, его отличие, то, что страдает, в первую очередь, самое высокотехнологичное производство, которое очень сильно завязано на зарубежных поставщиков. Вот, там, те же, если мы возьмем автомобили, видите, что кризис, вначале с чипами был кризис, да, сейчас с поставками других автомобильных запчастей. Поэтому самые передовые сектора нашей экономики, они как раз под большим ударом. И в краткосрочной перспективе то, что сейчас уже произошло, это падение доходов населения, рост цен, сжатие ВВП по разным оценкам. Ну, сейчас, кто говорит 8%, кто говорит 11%, да, то есть разная прогнозность. Просто, чтобы люди понимали, есть реальные доходы, чтобы вот не думали, что у них меньше зарплаты были. Да, реальные доходы, это с поправкой на инфляцию. То есть, номинально, скорее всего, заработная плата вырастет, но с учетом того, что цены вырастут быстрее, ну, население несколько будет более бедным, скажем так. Давайте сейчас подключим к разговору доцента Департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова. Лазарь Ашханович, добрый вечер. Минфин США запретил Россию оплачивать госдолг в долларах со счетов в американских банках. Говорит ли это о том, что Америка пытается подставить нас под дефолт? Я так понимаю, что здесь не столько экономический вопрос, сколько такой политический пиар, вот этот вот весь хайп, да, как говорят, озвучить, сказать, что мы довели Россию до дефолта, пусть хотя бы даже по техническому дефолту. Так что здесь экономики на самом деле меньше, чем здесь больше политики. Даже если американцам в рамках их пиар-компании получится объявить технический дефолт, стране, грахтанам, это, собственно говоря, ничем не грозит. Почему? Потому что в случае дефолта что происходит? Бегство западных инвесторов с рынков, распродажи национальных бумаг, падение курса национальной валюты. Но мы понимаем, что в текущей ситуации это все сценарии, которыми нас уже, собственно, не напугаешь, потому что все нечто подобное уже произошло, и уже приняты меры в этом направлении. На самом деле большее и наиболее тяжелое влияние, да, санкций в отношении России будет сказываться на странах, скажем так, третьего мира, бедных странах. В первую очередь Африка. Мы понимаем, что Россия – это продовольствие, это экспорт продовольствия. Соответственно, и не только российская экономика, мы здесь еще должны помнить о том, что ситуация вокруг Украины тоже существенно сказывается на международном рынке продовольствия. Соответственно, все, что мы сейчас проходим, осенью может обернуться в прямом смысле слова голодом для африканских стран, для Ближнего Востока. И это приведет к чему? Это приведет к тому, что вспыхнут эти страны, обстановка у этих стран. Новые волны мигрантов, опять-таки, в ту же самую Европу. Требования этих стран поддержать их, предоставить помощь, потому что они будут ставить это в упрек Западу, будут ставить в упрек, в первую очередь, Евросоюзу. И эти проблемы кому-то придется решать. Но мы понимаем, что не самый лучший сценарий для мировой экономики. А как Россия может сейчас решить эту проблему? Есть несколько вариантов. Первое, можно пойти по самому легкому пути. А может Минфин найти банки, счета, где у него хранится незамороженная валюта, а такие, в принципе, остаются. И из этой валюты оплачивать свои долги. Второй вариант, собственно говоря, то, что было на уровне правительства, президентом подписано. Если нет технической возможности, очень важный момент, технической возможности выполнять свои внешние обязательства в валюте, соответственно, выполнять эти обязательства в российских рублях. Здесь, скажем так, американский сценарий не работает, потому что замороженные резервы остаются замороженными, а незамороженные резервы не расходуются, а долги оплачиваются в российских рублях. Будут находить какие-то компромиссные варианты, ну, возможно, это некий взаимозачет. То есть, ведь не только у нас есть долги перед Западом, у Запада есть долги перед Россией, да, перед российскими компаниями. Соответственно, вот эти вопросы взаимозачетов, я думаю, это предмет обсуждения, и, скорее всего, такие сценарии будут прорабатываться. Спасибо. На связи из Москвы был Лазарь Бадалов, доцент Департаменту мировых финансового университета при правительстве Российской Федерации. Большинство слов о санкциях, конечно, звучат устрашающе. Отключение от того, отключение от другого, запрет на ввоз, на вывоз, дефолт опять же. Но все-таки больше переживаний все равно транслируют господа, которые сидят в Лондоне с арестованными счетами, которым сейчас приходится учиться делать уборку и готовить обеды самостоятельно. Роман, ну все же, вот на ваш взгляд, так ли страшны санкции, как их рисуют? Зачастую заголовок выносится громкая фраза. Нет, вы не в Лондоне, вы в Терене. Хорошо, хорошо. Возможно, ваш тезка где-то... Нет, мы понимаем просто все фамилии, которые сидят в Лондоне и говорят, что им сложно делать самим уборку. А еще раз вопрос. Про Лондон. Так ли страшны санкции, как их рисуют? Ну давайте, давайте все вместе. Слово много, много исключений. Я понял, да, спасибо за вопрос. Давайте вместе его с экспертами. Значит, смотрите, банковская сфера. Какой наш ответ? Это Свифт совместно с Индией. Ну, аналог Свифта. Сегодня же есть программа... С Бриксом даже сейчас. С Бриксом даже. То есть проблем нет, Китай есть. Дальше, условно говоря, ввоз каких-то товаров, которые сегодня ушли с нашего рынка. Правительство Российской Федерации разрешило так называемый ввоз, запрещенный ввоз авторской продукции. То есть через третьи страны. Что это значит? Проктор М. Гэмбл к нам не едет, значит, он едет к нам через Казахстан. Если раньше таможня проверяла, сделала к правообладателю запрос, эта партия может на территории России быть или нет, если он говорил нет, значит, все, забирали. То сейчас, добро пожаловать, знаменитые белорусские креветки и хамон из Казахстана и Узбекистана. То есть это тоже мера. Более того, скажу, в европейских государствах это существует. У них нет проблем таких, как мы соблюдали авторское право всех этих брендов. Дальше. Какие еще санкции нас пугают? Вот давайте. Роман, ну, по последнему пакету могу добавить. Для нас он самый неприятный, именно для нашей области. Объясню, почему. Потому что запрет на поставку нефтехимического оборудования. У нас Тобольск Нефтехим, соответственно, тут под вопросом реализации инвестпроектов. А Тобольский Нефтехим – это ключевой драйвер привлечения инвестиций в регион все-таки. Ямальский СПГ тоже. Это один из ключевых драйверов по Ямалу, по инвестициям. Тоже большие вопросы, как они дальше будут реализовывать. Поэтому вот этот пакет уже нельзя сказать, что безболезненно будет для нашей... Вот, собственно говоря, о чем сейчас говорить. Да, спасибо. Вот о чем он говорит. То есть сейчас мы говорим про то, что если в пандемии у нас страдал малый бизнес, потребительский и граждане, то в данном случае это крупный бизнес и большие инвестиции. То есть граждане, как таковые, на себе, в принципе, не заметят этот кризис. Ну, то есть в плане поставок каких-то товаров из Европы. Они вернутся. Сейчас кто-то подсуетится, предприимчивые люди в Казахстане или еще где-то откроют компании и начнут поставлять вход. А вот о том, что сказал коллега, это действительно может быть для нас вопросом испытания нашей науки. Но правильно я понимаю, что вот эти масштабные санкции, они хуже сказываются на российской экономике, чем так называемые корпоративные санкции, когда есть какие-то бренды, какие-то определенные производители, которые говорят, что мы для себя пока закрываем Россию. Ну, смотрите, безусловно, мы ведь еще тоже не говорили про наш ответ. То есть вы не забывайте, Титан, они свои летаки будут делать из картона, без нашего Титана, в том числе и Боинг. Это уран, который до сих пор поставляет наша страна. Это сафировые кристаллы, которые в том числе идут для того, чтобы готовить для производства процессоров и микрочипов. Это все поставляет Россия сегодня. И один из лидеров поставки. Без этого никуда они не денутся. И мы, как законопослушный и, скажем так, добросовестный поставщик, даже не заикаемся про эти вещи. До поры до времени. Но я к тому, что у нас много чего есть. Одна гречка чего стоит, которую только мы едим. Но вы действительно правы, Дмитрий, о том, что серьезные инвестиции, вложенные в большие проекты, конечно, страдают. Но вы не забывайте, все наши крупные проекты, они международные. И там инвестиции Америки, США и крупных компаний. Поэтому они тоже себя душат этим. Александр, ну вот я так понимаю, что читаешь что-то про санкции, там есть какие-то сноски, вот это нельзя, но можно в этом случае, или вот это нельзя, но нельзя будет через полгода. Вот эти исключения, они выгодны прежде всего Западу, они же беспокоятся о себе. Они выгодны тем, кто их вводит. Например, если мы говорим о блокировке отключения от SWIFT, вернее, они говорят, отключения от SWIFT определенного количества банков санкционных, то они всегда делают исключение, за исключением тех операций, которые необходимы для совершения по продаже углеводородов. То же самое, вот Роман говорил о том, что мы поставщики титана, редких металлов различных, там тоже есть исключения. То есть, эта продукция не попадает под санкции, они вправе ее покупать и не вводить никаких ограничений на покупку подобного рода редких металлов, допустим. То есть, в этой связи, конечно, эти исключения делаются для удобства тех, кто вводит эти санкции. Но, с другой стороны, ведь есть страны, которые существуют давно под санкциями? Про Иран все уже рассказали, Да, есть страны. Северная Корея, да. Насколько... Куба, Венешуэлла. Так все-таки, насколько санкции на них отражались, мы можем сейчас на примере латиноамериканских, каких-то азиатских стран проанализировать и посмотреть, что будет с нами дальше? Вот знаете, самая большая санкция, которая сегодня есть, это война, информационная фейк-война, вот это, которая сейчас море этого негатива, обрушенное со всего мира на нашу страну. Вот таким образом, Ирак, точнее, Иран даже, Иран, это потрясающая, раньше была туристическая страна с величайшей тысячелетней историей. Это абсолютно практически светское государство с точки зрения для туриста. Там очень много разной молодежи. Это абсолютно развитая страна во всех сферах. Университеты. То есть, в нашем представлении, да, среднестатистического россияне на европейца, это просто, ну, туда вряд ли кто-то поет отдыхать. Это, в принципе, там, Иран, Ирак, Афганистан в одной линеечке. Поэтому сейчас мы видим вот этот вот политический информационный вброс против России. Он шел долгие годы. На протяжении десятков, там, 20-30 лет, когда про нас что говорили, да, что у нас здесь нет дорог, медведи, шапки, водка. Это продолжается. И вот этот, на самом деле, эффект против нас, он гораздо страшнее сегодня в мире. Потому что он может отпугнуть многих тех людей, которые бы готовы сюда ехать и вкладываться и жить и работать с нами. Вот с ним нужно бороться. Хорошо, налога прервемся, дальше больше. Это вечерний хэштег «Не переключайтесь». Продолжение следует...